Всем привет! И мы начинаем делать GTA-подобную игрушку на Unity. Я уже делал что-то подобное на Unreal, но мне захотелось прокачать навыки по Unity, плюс прокачать навыки по Unity 6 и с разными новыми пакетами поработать и, в общем, переосмыслить некоторые старые подходы, в общем, прокачиваться как программист. И я вот уже добавил какую-то сцену в игру, добавил персонажа и сделал некоторые выводы, которые можно сделать. Давайте начнем с пакетов. Сразу, когда начинаешь строить, скажем так, приложение, строить игрушку, думаешь, что взять, какие пакеты использовать заранее, чтобы не писать самому. И на самом деле, чем дальше я прохожу путь программиста, тем больше я понимаю, что всесторонние пакеты — это бомба замедленного действия, потому что если они не поддерживаются официально, например, движком, например, Unity, командой разработки движка, то это штука, которую нельзя использовать в продакшене, потому что вы потом будете от этого очень сильно зависеть. И неважно, какой у вас чистый код, если у вас ужасные библиотеки используются, вы от них настолько сильно зависите, что вам придется рано или поздно их заменять, переписывать, делать что-то свое, и это не прикольно. Намного быстрее сделать что-то свое и никогда его не переписывать, потому что у вас оно уже будет работать. И плюс, более того, вы сможете перемещать это из проекта в проект. Но это мысли вслух. Давайте я покажу, почему я так застряю на это внимание. В прошлых видео я показывал уже другие пакеты, которые я использовал в играх, которые многие используют, и показывал их проблемы. А сейчас я покажу только несколько проблем, и то вкратце. Например, я подумал, а почему бы не использовать Dutwin, ведь его все используют. Я даже не... Ну, мне пока некуда применить Dutwin в GTA-подобной игре пока что, но я уже подумал, что давайте я скачаю Dutwin, это же классно. Но я открыл его GitHub, и я ужаснулся. Ну, то, что обновления некоторые были очень давно, это ладно, но тоже сомнительно. Но то, что обновлений под новые движки нет, это ужасно. Это первое. Второе. Вы посмотрите на количество ошибок. Конечно, это еще не обязательно баги, но пусть 50% баги. Вот, например, что-то там input error, что-то, например... Ну, тут нужно поискать. Я поискал, посмотрел. Sill2CPP проблемы. Так. В общем, короче, есть куча проблем, если в них внимательно вникать. Вот. DoVirtualDelayCallWithDelay0, BrokenCurveError. И здесь 12 страниц вот таких разных проблем, которые... Некоторые проблемы, некоторые нет. Но там я, например, смотрел с шестым Unity проблемы, вот, например. Ну, потому что его никто не поддерживает, поэтому и будут проблемы. И таких проблем может быть очень много, плюс есть еще скрытые проблемы, которые вы здесь не найдете. Их, возможно, когда-то найдут. И это ужасно, потому что вы берете к себе тяжелую библиотеку в плане поддержки. То есть вы не сможете сами поддерживать, а если и сможете, то это может быть очень затратно. И на самом деле даже несколько таких библиотек не будут вам портить жизнь. И лучше сделать какие-то две простые функции по интерполяции, там, не знаю, картинки, чем тянуть вот эту штуку гору. В общем, все делать. Возможно, мы сделаем, если нам понадобится. И я выложу открытый доступ так же, как я сделал с DI. Потому что Dependency Injection – это ужас из того, что есть сейчас. Это Zanject и Extranject уже не поддерживаются, куча ошибок. Вот, плюс, конечно же, есть новые V-контейнеры, рефлексы и прочее. Но они новые сейчас, через год они перестанут, например, поддерживаться. И вам придется переезжать на другой фреймворк, потом на другой. И это неудобно, не прикольно. Конечно, если на работе у вас это используется, то используйте. Но если вы там для себя что-то делаете или принимаете решение, то лучше сделать что-то свое, как я считаю. Окей. Дальше, например, хотел показать известный Odin Inspektor. Но в бесплатном доступе есть только Odin Serializer. И здесь тоже кошмар. Обновление давно. Проблемы есть. Разное, например, только с U2CPP работает. Только с .NET стандартом. На Mac оно плохо запускается, я пробовал. Сейчас на Unity 6 тоже плохо запускается. Я тоже подумал, почему бы не использовать классный Odin Serializer. А про Odin Inspektor я молчу, потому что его нет в открытом доступе. Мы даже не знаем, какие есть там ошибки. Ну, его, конечно же, намного чаще используют. Тут тоже такое. Но я тоже создал свою библиотеку. Если вы перейдете на мои репозитории, можете увидеть что-то наподобие. Вот я создавал RT Tools. Тут есть классная документация. Есть автоаттачинг. Есть всякие экстеншены для Unity, для C Sharp. Есть всякие read-only, баттоны, атрибуты, дропдауны. В общем, то, что в Odin тоже используется. Enable, disable if. Show if и так далее. Классная штука. Экспанды для всего. Короче, превьюшки для Scriptable Objects. Вот, для спрайтов. И даже для GameObjects. Префабов. Вот. В общем, такая вот штука. Можно дополнять и дописывать, если вам это нужно. Также я создал DI-ку. Простую пока что пару дней назад. Тоже описал документацию. И, в принципе, можно использовать. И я покажу, как я ее использую сейчас в игрушке. Ну, пока что там не на чем показывать. Поэтому. Вот. Вкратце о том, что не стоит использовать просто так сторонние пакеты. Даже если они популярны. Итак. Я запускаю игрушку. Сейчас у меня запускается. Syncontext, который я где-то здесь добавил. И спавнится персонаж. Я могу бегать. Могу прыгать. В общем, вот это все. Так. Интересно было добавить новую камеру. Вот, синемашина. Третья. И в ней немножко есть изменения. 3.1. Во-первых, теперь нет синемашин виртуал камера. Есть просто синемашин камера. Так. Это... Это наша обычная камера. Вот синемашин камера. Вот можно посмотреть настройки. Я покажу, как можно вообще добавить быстрого персонажа. Потому что я добавлял. У меня не очень получалось с этим всем дружить. Потому что что-то там не так работает. И намного проще сделать что-то... Взять что-то готовое уже, например, из примеров. И есть, например, синемашины. Примеры для 3D-сэмплов. Давайте я покажу. Заодно будет интересно посмотреть. Но мне не понравился код в этих примерах. Он сложный. Он громоздкий. И для такой функциональности он как бы лишний. С другой стороны, тот пример, который я использовал, тоже громоздкий. Вот здесь есть разные примеры. Единственное, что нужно конвертнуть это все в HDRP. Если оно не в HDRP. Ага. Странно. До этого оно работало. Сейчас нет. Ну ладно. В общем, есть такой примерчик. Странно, что оно не захотело мне конвертировать. Здесь ничего не видно. Ну, в общем, есть такой персонаж. Он может бегать, прыгать. И у него есть SimplePlayerController, который на самом деле не Simple. Здесь много всего интересного. Не очень понятное название. Forward. QA. QA, не знаю. QB. TurnOnB. Не знаю, что они имели в виду. В общем, вот такой код. В принципе, не такой большой. Вот. Можно, в принципе, его использовать. Можно посмотреть, как оно настроено здесь, как камера настроена. Вот. Но я пошел другим путем. Так, давайте уберу эту ужасную розовую сцену. И я скачал новый обновленный когда-то давно. Но он обновлен, кстати, недавно под Unity 6. Или это... А, да, последний релиз. Ну, может, не под Unity 6. То есть, хотя в описании написано, что работает вот Last Unity 6 LTS. Оно работает. Оно, конечно, не поддерживает HDRP. Я проверил. Но не страшно. Нам эти все материалы не нужны. Вот. В общем, здесь есть уже настройка камеры. Настройка персонажа. И я все, что я сделал, я поменял своего персонажа. Так, я его закинул в Prefab. Я добавил... Вернее, я оставил все, что здесь было на персонажа. Вот здесь был PlayerInput. Я добавил скрипт плеера. Вот здесь были другие скрипты. PlayerMovement. И CharacterController. Причем, если вы добавляете CharacterController, вам не нужен RigidBuddy. Потому что он использует свой, свою физику. И это не очень, в принципе, хорошо. С одной стороны. Но с другой стороны, пока нам не понадобилось. Поэтому пусть будет CharacterController. И вот есть PlayerMovement. Такой, конечно, громоздкий получился. И нет рефакторин. Не раскидан на что-то более понятное. Но, по крайней мере, есть PlayerMovement. Его можно уже взять, использовать. А потом уже поднастроить под свои нужды. Вот. Также здесь есть аниматор, есть анимации. И я просто поменял анимации и аватара на персонажа. И он начал сам работать. Потому что уже есть... Так, это аватар. Уже есть настроенная базовая логика для анимаций. Что не может не радовать. И мне не пришлось настраивать. И оно пока меня устраивает. Окей. А в принципе, что еще хотел показать? Давайте покажу по архитектуре, которую я начал делать. Во-первых, у меня есть сцена init. На которой есть мой псевдо-проект контекст, который я добавил, используя свой DI. И все, что он делает, он может здесь в глобальной зависимости добавлять, bind-ить в контейнер dependency injection. И просто загружать следующую сцену. Дальше в следующей сцене есть син-контекст. Кстати, я его почему-то не вижу. Куда я его делал? Я его куда-то переместил случайно. А, он в коре. Вот. Есть син-контекст. Это временные штуки. Потом покажу. Объясню, вернее. Почему временные. И на что я хотел бы поменять. Есть син-контекст, который по сути является entry-point. Там есть один awake на этой сцене, который будет... Всегда один. Надеюсь. В принципе, я думал, можно ли использовать для других вещей awake. Но пока что не хочу. Потому что я могу четко знать, кто за кем инициализируется. Только один awake, а дальше я вызываю что-то свое. И первыми у меня идут пока что initialize binding. Я создал character factory, который может спавнить character, которого мы пришлем. В зависимости от типа. А также он при спавне добавляет его в DI. И возможно это не очень хорошо, потому что для игрока это хорошо. Но если мы начнем спавнить персонажей, то нам не нужно 100-500 персонажей в DI. Это я только что подумал. Ну окей. Это мы исправим. Но нужно будет не забыть. Пока что можно... Передать сюда флаг какой-то. Use. Dependence injection. Или не use. А что это такое. Не знаю. Пусть пока будет так. Я потом подумаю, что с этим можно сделать. Возможно нам понадобится еще character instance. Поэтому я пока оставлю так. А здесь пока что верну null. Так, и нам нужно расширить нашу логику для интерфейса. Почему я добавил интерфейс? Потому что мне так удобнее создавать. Оно сразу создает new character factory. И не нужно мне делать здесь new. Плюс это лучше для DI. Но пока так. Так, здесь мы будем использовать DI. Поэтому... Окей. В общем, оно instantiated что-то. Потом оно спавнит характеров. В данном случае я спавню плеера. И возможно я вынесу эту логику дальше. Но пока что это вот такая базовая, примитивная пока что логика на размышления. А что же добавить? Что убрать? И что получается? Здесь у нас Syncontext знает о плеере. И знает о трансформе. Куда спавнить плеера. Я кинул player spawn position. Это точка в мире, которая показывает, куда спавнить плеера. К сожалению, ее нельзя передать в scriptable object. Но здесь я добавил хотя бы scriptable object для плеера. Я хотел добавить scriptable object для всех характеров. Но так как у нас спавнится здесь конкретный плеер prefab. И prefab у нас типа плеер. То мы не можем передать ссылку на prefab. Здесь нужно что-то другое использовать. Я уже забыл. Надо проверить, работает моя штука или нет. Так, давайте проверим. Интересно. И заодно добавим prefab, который может слететь. Так, это prefab. А вот у меня дата. Плеер дата. И оно не хочет показать превьюшку. Надо посмотреть, как правильно показать превьюшку для... Давайте посмотрим. Я уже забыл. И, возможно, оно не работает с этой штукой. Что сет превью. Или оно работает только с геймообжектом. Наверное. В этом проблема. Да. Ну окей. Не будет превьюшки для плеера. Окей. Почему... Почему нужен scriptable object? Есть несколько интересных вещей, которые я даже недавно узнал. Некоторые, а некоторые знал раньше. В общем, по сути дела, мы реализуем через scriptable object pattern flyweight или легковес. Потому что у нас в одном, грубо говоря, общем скрипте находятся, например, данные. Тот же prefab, там параметры какие-то. И когда у нас спавнятся, грубо говоря, сотни персонажей, то они используют общую дату. А если бы мы хранили у них в полях это все дело, то они бы не использовали общую дату. И вот одна из таких вещей. Зачем второй? Второе. Зачем использовать scriptable object? Для того, чтобы реализовать принцип единственной ответственности. В плане принцип даже единственного, как-то он так интересно называется, единственной правды. То есть у нас есть только одно место, где мы размещаем данные. Нам не нужно искать данные об этом, например, персонаже. По всему коду у нас есть принцип единственного, тоже как бы единственной ответственности, который был изначально заложен в него. Окей. В общем, не важно. Не забывайте голову. Если вам было интересно, то окей. Дальше. Возвращаемся к синконтексту. Вот мы заспаунили персонажа. А дальше я зачем-то его бандю. Наверное, это плохо, потому что я уже его забандил. Или не забандил. Так. Я его, наверное, вот здесь забандил. Да, здесь он бандится. Добавляется в di-контейнер. И мне не нужно добавлять его еще раз в di-контейнер. Почему-то я забыл это убрать. И, в принципе, эту логику спокойно теперь можно вынести куда-то в отдельный класс. Ну, окей. И дальше у меня ищутся все монобехи. И у них вызывается resolve того, что помечено как inject через атрибут. Вот такая штука, как в заинжекте. И если у них есть метод initializable, реализующийся через интерфейс initializable, то он вызывается. Это вместо eva для того, чтобы можно было контролировать весь этот процесс более удобно. Удобно. Вот. Причем initialize вызывается и при инжекции. По-моему. Не при самой инжекции, а при спавне. В общем, нужно еще посмотреть. Возможно, есть два вызова initialize. Но, возможно, нет. Давайте посмотрим, есть ли initialize. Здесь нет. Здесь есть. Не очень хорошо. Потому что мы и так вызываем потом initialize. Но мы вызываем initialize у тех объектов, которые нашлись. Ну да, мы заспаунили, потом вызвали. В общем, не очень хорошо. По два раза вызвать initialize. Нужно будет подумать. И что дальше? В принципе, дальше все. Ничего интересного. Player movement мы посмотрели. Character общий для характеров будет. Дальше какие-то системы будут. Но, кажется, ничего нет. Player содержит Player movement. Но пока что тоже ему нечего добавить. В общем, захотелось немножко показать, что я начал делать. Потратил целый день на это. Надеюсь, это было интересно и полезно. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok